Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский Благовест». Святые отцы говорят, кто победил гнев, тот победил демонов, а кто побеждает с этой страстью, тот вовсе не имеет жизни. Что же должны мы сказать о себе, когда мы не только не оставляем раздражительности и гнева, но и предаемся злопамятности? Что нам делать? Как не оплакивать такое жалкое и нечеловеческое устроение души нашей? Случается, что, когда между людьми произойдет смущение или возникнет разногласие, один из них поклонится другому, прося прощения, но и после этого продолжает скорбеть и иметь помыслы против брата. Нельзя пускать это состояние на самотек. Надо пресечь эти помыслы, потому что это есть злопамятность. Борьба с ней требует от человека много внимания и сил, чтобы в ней не закоснеть и не погибнуть. Кто поклонился, прося прощения, и сделал это ради заповеди Божьей, тот в настоящее время исцелил свою душу от гнева. Но против злопамятности еще не сражался, и потому продолжает злиться на брата. Потому что иная злопамятность, иной гнев, иная раздражительность и иное смущение. И чтобы было понятно, приведу вам пример. Кто разводит огонь, тот берет сначала малый уголек. Это слово брата, нанесшего оскорбление или еще что-то. Вот это пока еще только малый уголечек. Что такое слово брата? Если ты его перенесешь, то ты и погасил уголек. Если же будешь думать, зачем он мне это сказал, и я ему скажу то и то, если бы он не хотел оскорбить меня, он не сказал бы это там или того, и я непременно оскорблю его. Вот ты и подложил лучинки или что-либо другое, подобно разводящему огонь в печке, и произвел дым, который есть смущение. Смущение же есть то самое движение и возбуждение помыслов, которое воздвигает и раздражает сердце. Раздражение же есть мстительное восстание на опечалившего, которое обращается в дерзость, как сказал блаженный Авва Марк, злоба, питаемая помышлениями, раздражает сердце, убиваемое же молитвой и надеждой сокрушается. Если бы ты перенес малое слово брата твоего, то покосил бы этот маленький уголек, прежде чем произошло смущение. Его можешь легко погасить, пока оно еще не велико, молчанием, молитвой, одним поклоном от сердца. Если же ты будешь продолжать дымить, то есть раздражать и возбуждать сердце воспоминанием, зачем он мне это сказал, я ему скажу то или другое, от этого столкновение помыслов согревается и разогревается сердце. И происходит такое воспламенение раздражительности. Ибо раздражительность есть жар, жар крови около сердца, как говорит святой Василий Великий. Вот как происходит раздражительность. Ее также называют остро-желчием или вспыльчивостью. Если хочешь, можешь погасить и ее, прежде чем произойдет гнев. Если же ты продолжаешь смущать и смущаться, то уподобляешься человеку, подкладывающему дрова на огонь и еще более разжигающему его, отчего образуется много горящего угля, то есть гнева. Так же сказал и Авва Зосима, когда его спросили, что значит изречение, где нет раздражительности, там безмолвствует вражда. Если кто-либо в начале смущения, когда оно начинает, как мы сказали, дымиться и бросать искры, поспешит укорить себя и поклониться ближнему, прося прощения, прежде чем разгорится раздражительность, то он сохранит мир. Так же, когда возгорится раздражительность, если он не замолчит, но будет продолжать возмущаться и возбуждать себя, то он делается подобным тому, кто подкладывает дрова на огонь. И они горят, пока, наконец, образуется много горящих углей. И как горящий уголь, когда он угаснет, может лежать несколько лет, без повреждения. И даже если кто польет его водой, он не подвергается гниению. Так и гнев. Если затаится в душе, обращается в злопамятность, от которого человек не освободится, если не покается. Что такое начальное смущение? И что раздражительность? Что такое гнев? И что злопамятность? Как от одного слова доходят до зла? Если бы человек сначала укорил самого себя, терпеливо перенес слово брата, и не хотел бы отомстить ему за себя, и на одно слово сказать два или пять слов, и воздать злом за зло, то избавился бы от всех этих зол. Поэтому всегда отсекайте страсти, пока они еще молоды, прежде чем они укоренятся в вас и станут удручать вас. Принесут вам много страданий, потому что иное дело вырвать малую травинку, и иное искоренить большое дерево. Во время своего визита в Ставропольский край святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл откроет Ставропольский филиал Всемирного Русского Народного Собора. В работе форума примут участие общественные и религиозные деятели, ведущие ученые и политики России и стран Закавказья. В конце ноября в Ставрополь приехал известный российский религиовед Роман Силантьев, который также руководит правозащитным центром Всемирного Русского Народного Собора. Роман Анатольевич принял участие в рабочих совещаниях по проведению Кавказского форума Собора и рассказал нам о главных целях этой организации. Это международная общественная организация, созданная в 1993 году. Скоро будут ее 20-летия отмечать. Она крупнейшая православная общественная структура. Возглавляет ее патриарх Московский и нынешний патриарх Московский и выступил как раз инициатором ее создания в 1993 году. Въедет она людей, которые любят Россию. Они разных национальностей и разных вероисповеданий приглашаются на собор. Не только русские, естественно, но часто представители традиционных мусульманов, буддисты, старообрядцы, видмы. И эта организация собирается раз в год, проводит и межсоборную работу, приглашает политиков, общественных деятелей, деятелей науки поговорить о насущных проблемах. Разные ставятся темы, темы экономические, темы политические. И даже был один собор, посвященный экологии. И то, что в данный момент наиболее актуально. Был собор, посвященный правозащитной тематике, о том, что как-то надо реабилитировать в принципе неплохую идею защиты прав человека, которая изурпирована людьми из страны, откровенно враждебными сейчас, к сожалению. Эта организация дает возможность как-то консолидировать людей, которые желают Россию добра, но в то же время консолидировать не в рамках каких-то маргинальных и полуэкстремистских организаций, а в рамках солидной структуры, которой и власти прислушиваются, и в то же время она последовательно защищает интересы русских православных. На этом обсуждении присутствуют представители власти. В этом году и глава администрации президента присутствовал, и министр культуры, и министр МВД, и много других было представителей. Полномочные представители президента присутствовали в разных округах. То есть, об этом говорится при них, и принимаемые решения тоже до них доводятся. Что-то из них реализовывается на практике, хотя, конечно, далеко не все. Но, тем не менее, это то самое гражданское общество, о котором у нас говорят, людям, которым не безразлична судьба, которые действительно могут продолжить конструктивные пути решения проблем, а уж дело власти воспользоваться этим советом или не воспользоваться. Ну, в общем, чиновники мыслящие, разумные, стараются это как-то применить в рамках закона, если это вообще технически возможно в данный момент. Открываются отделения в регионах. Тоже, в общем-то, действительно стоит острый вопрос защиты прав большинства, и религиозного, и национального. Структуры прозападные, они ориентируются на защиту прав меньшинства. Возникает вопрос, а кто будет защищать русских православных. Ну, вот Собор берет на себя эту обязанность. Я надеюсь, что открытое здесь отделение как раз станет не просто неким клубом для диалога, но и организацией, которая может реально помочь в каких-то трудных ситуациях тем людям, которые туда входят. В Северном Кавказе дает в первую очередь защиту прав русских православных. Надо отток прекратить население. Как-то в этом... Ну, мы, конечно, вряд ли полностью этот отток сможем прекратить, но сможем создать какую-то структуру, которая может как-то стабилизировать ситуацию. Может, люди почувствуют дополнительную защиту и останутся здесь, имея эту защиту. Я надеюсь, что это будет действительно эффективно действующая организация, которая не будет бояться говорить об острых проблемах и действительно реально защищать права людей. Это касается всех и бизнесменов, и общественных деятелей, и простых людей. И также она, как я надеюсь, будет интересы русских представлять и в случае каких-то межнациональных конфликтов. Делать это достойно, но в то же время жестко и последовательно. Пора уже это давно сделать. Действительно, русские оказались самым незащищенным в народном стране. Надо эту ситуацию управлять. В целом, ряде регионов отделений открыты. Ростовскую область можно вспомнить, и Нижегородскую, и Республику Коми, и Санкт-Петербург. Ну, все-таки есть везде пожелание, чтобы инициатива исходила от самих жителей этих регионов. Они навязывались из Москвы. Если люди видят в этом необходимость, видят в этом заинтересованность, они могут обратиться, это будет создано. Проблема действительно стоит проблема безопасности, потому что, к сожалению, вот эта террористическая война, этот отток населения очень сильно мешает жить. У людей нету зачастую веры в будущее, и они не связывают свое будущее с этой территорией. И надо как-то эту проблему решать, им надо эту веру возродить. Потому что, действительно, во многих местах, где у людей такая вера есть, и там резко рождаемость растет, и как-то вот положительные тенденции в других сферах наблюдаются. Но если люди просто боятся жить, боятся за свою безопасность, сложно им какое-то светлое будущее представить. И, конечно, будет говориться об этом, о терроризме, об экстремизме, о необходимости защиты традиционных религий, их лидеров, от нападок и просто физической расправы. О том, что не надо на эти вопросы закрывать глаза, что власти должны эту защиту обеспечить, что роль религии в обществе должна быть достойной. Не надо вот в такую ситуацию печаль, но еще пытаться атеистически вспоминать времена и все валить на религию. Вот это вот как раз от религии проблема. Я думаю, обо всем об этом будет сказано. Субтитры создавал DimaTorzok Прошел год со времени принесения в Россию величайшей святыней православия честного пояса Пресвятой Богородицы, которому смогли поклониться более трех с половиной миллионов человек. 16 ноября 2011 года пояс Богородицы побывал и в городе Ставрополь. Тысячам православных жителей региона удалось поклониться бесценной духовной святыне, прибывшей в Россию со святой горы Афон из монастыря Ватопед. Дорогие телезрители, если у вас были случаи благодатного общения и чудесной помощи Божией от соприкосновения с честным поясом Пресвятой Богородицы, просим откликнуться и связаться с нами в телевизионной студии «Град Креста» Ставропольской и Невиномысской епархии. Присылайте ваши истории и контакты на электронную почту крестсобакаммейл.ств.ру На сегодня всё. Молитвами Богородицы Храни вас Господь! Молитвами Богородицы Молитвами Богородицы